Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава перевод российского библейского общества книга бытия читаю для библейского портала экзегет ну вот мы смотрели на то какие разные характеры у патриархов и я говорил о том что Исаак он такой вот слово пассивный здесь не подходит бездеятельный нет мирный он человек который уступает он человек который не настаивает на своем правильно неправильно не знаю вот он вообще его мало в книге бытия вот сколько про Авраама но Авраама центральная фигура это человек заключивший завет с Богом ветхий завет то что мы сегодня называем этим словом но про Якова будет еще больше а Исаак между ними вот такой какой-то как будто не особенно интересный персонаж да а я думаю просто очень тихий который особенно не вмешивался в ход событий иногда может быть об этом и жалел двадцать седьмая однажды Исаак уже старый и слепой позвал к себе старшего сына сынок сказал он Исаак да отец отозвался тот а я напомню что их двое Исаак и Яков и Исаак отец любит больше старшего вот он его и позвал Исаак промолвил я уже стар и не знаю сколько мне осталось жить возьми свое оружие лук стрелы и ступай в поле за дичью принесешь приготовишь мою любимую еду а я поем и благословлю тебя перед смертью интересно что он как бы благословение в обмен на еду что ли дает только а я думаю скорее он сознает прекрасно что когда он поест вот хорошей вкусной еды из дичи добытой только что его старшим сыном вот он неформально его благословит вот прямо от всей души он передаст это благословение потому что благословение понимается здесь как нечто ну почти материальное как счет в банке как документы на недвижимость то что завещают понятно кому-то одному мы благословение скорее воспринимаем как какие-то добрые слова их можно до бесконечности всем говорить а это вот что-то такое что практически материально для Исаака что он может передать по наследству и он хочет передать старшему сыну но Ревека подслушала их разговор а мы читали что она любила больше второго Иакова когда Исаак отправился за дичью она сказала Иакову я слышала как твой отец велел Исааку принеси дичь и приготовь мою любимую еду я поем сказал отец и благословлю тебя перед лицом Господа перед смертью так вот сынок слушай что тебе надо сделать ступай к стаду и выбери двух козлят я приготовлю их повкуснее как любит твой отец а ты отнесешь ему чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение то есть понятно упреди его притворись мой брат Исаак весь волосатый ответил Иаков а у меня кожа гладкая вдруг отец меня ощупает если он поймет что я его обманываю то не благословение меня ждет а проклятие но мать сказала пусть нам не будет это проклятие сынок ты только слушай меня ступай принеси Иаков принес козлят Ревекка приготовила их повкуснее как любил Исаак вот роль кулинарии в жизни без вкусной еды многие вещи не получаются затем она взяла лучшие одежды Исаава своего старшего сына какие были в доме надела их на младшего на Иакова руки еще и у Иакова она обернулась шкурами козлят то есть тот был прям совсем волосатым потом дала Иакову мясо и хлеб тот вошел к отцу и сказал отец да сынок отозвался Исаак ты который я Исаав твой первенец ответил Иаков я все сделал как ты сказал мне приподнимись сядь и поешь дичь а потом дай мне свое благословение сынок спросил Исаак как же ты смог так быстро поймать дичь тот ответил господь твой бог послал мне удачу подойди сынок сказал Исаак да я тебя ощупаю точно ли ты Исаав сомневается но видите вот по своей обычной такой стратегии он не идет на конфронтацию Иаков подошел к отцу тот ощупал его и промолвил голос Иакова руки это руки Исаава из-за того что руки Иакова были покрыты волосами как у Исаава Исаак не узнал его и дал ему свое благословение так ты мой сын Исаав спросил он Иакова тот подтвердил да отец вот Иаков уже напрямую обманывает и сказал Исаак дай поесть твой дичи сынок и я благословлю тебя Иаков подал отцу еду и вино кончив есть и пить Исаак сказал подойди сынок поцелуй меня Иаков подошел поцеловал отца и почуяв запах его одежды Исаак благословил его такими словами запах сына моего это запах полей господом благословенных пусть же бог тебя одарит росой с неба плодами земли изобилием хлеба и вина пусть народы тебе служат племена пред тобой склонятся будешь ты господином над братьями сыновья твоей матери склоняться пред тобой проклинающий тебя проклят благословен кто благословит тебя вот мы читали о том как Иаков выторговал у своего брата Исаава право первородства но это братья договорились меж собой а по-настоящему то отец благословляет да и первенцу он дает более серьезное благословение в данном случае намного более серьезное чем второму сыну да и вот отцу ты не скажешь а я купил первородство да потому что что это за безобразие его положение в семье это не товар который он продает покупает и и поэтому отца Иаков обманывает как только благословил Исаак Иакова как только вышел Иаков от Исаака с охоты вернулся Исаав он тоже приготовил еду повкуснее принес отцу и сказал отец привстань поешь дичи которую я принес и дай мне свое благословение да и кто спросил Исаак тот ответил я твой сын твой первенец Исаав и сказал Исаак задрожав от испуга а кто же тогда раздобыл дичи и накормил меня еще до твоего прихода ведь я отдал ему свое благословение с ним оно теперь и останется то есть да благословение это нечто практически материальное вот то что он получил от бога то что собственно определяет его жизнь перед богом то он передает одному из своих сыновей громко и горестно закричал Исаав когда услышал эти слова а потом стал просить отца так благослови же и меня отец это твой брат приходил ко мне промолвил Исаак он обманом отобрал предназначенное тебе благословение и сказал Исаав не зря его зовут Иаков он уже два раза меня обошел сперва отобрал мое право быть первенцем а теперь предназначенное мне благословение два раза обошел но вот два раза как бы упяточил слово имя Иаков оно похоже на слово пяткой и получается что вот тот его за пятку схватил при рождении и два раза обошел а вообще-то говоря Исаав ты же сам согласился в обмен на похлебку есть какая-то ирония в том что продав за похлебку первородство ты был обманут в результате при помощи другой еды какого-то мясного рагу да вот не надо так много внимания обращать на еду не надо ее так высоко ставить и получается что здесь два брата между собой как-то это решили но окончательное слово за отцом и вот как я уже сказал это окончательное слово добывается обманом неужели спросил Исаав отца для меня не осталось никакого благословения Исаак ответил я сделал его твоим господином всех родичей сделал ему рабами я дал ему и хлеб и вино что же я могу сделать для тебя сынок то есть вот смотрите да он передал ему все что ему от бога дано неужели спросил Исаав Исаак у тебя отец мой было лишь одно благословение благослови и меня отец Исаав зарыдал Исаак сказал ему далеки будут твои селения от тучной земли и от росы небесной ты будешь жить тем что добудет твой меч и будешь брату служить но срок придет ты взбунтуешься и сбросишь шею ермо ничего себе благословение по сути дела только в далеком будущем его потомки добудут свободу от потомков брата но это два народа конечно потомки Иакова это Израиль Иаков получит это имя а потомки Исаава это и дометяне соседний народ и безусловно в книге бытия для израильтян это невероятно важное пророчество оно показывает на отношения между двумя народами но зачем это нам в книге и дометян давно никаких нет ну может быть потомки их дальние живут примерно на той же территории где-то в нынешней Ордании но все равно это не тот же народ что же мы тут считаем что с помощью обмана можно украсть отцовское благословение и оно будет работать не странно ли это мы еще и не такое прочитаем в истории Иакова но вот мы же знаем что основная тема бытия это договор между Богом и Авраамом и его потомками и вот есть Авраам такой прямой и честный есть Исаак который уступает и не вмешивается может быть даже слишком уступает слишком не вмешивается и есть Иаков который хитрит а все равно получается так как хочет Бог все равно в результате это благословение передается дальше все равно в результате этот завет продолжается вот бывают люди которые более или менее достойны своего признания призвания бывают люди которые пытаются все вот как-то переделать по-своему Иаков точно из таких но в конечном итоге все получится так как это предназначено Богом просто ты можешь идти к этой дороге более прямой или более извилистой тропинкой Иаков явно выбирает второй вариант и мы дальше будем читать очень цветистое описание того как это произойдет но начинается прямо сразу Исаав затаил на Иакова злобу на то что тот получил благословение отца наступит не траура по отцу подумал Исаав убью моего брата Иакова ну то есть умрет отец пока отец жив то все решает отец да и он не решается ни на какое действие после смерти отца сразу убьет брата а вот мы заодно и видим что Исаав может быть не очень-то достоин этого благословения потому что первое что он думает это собственно повторение подвига Гаина да Каин убил Авеля за то что Бог принял жертву Авеля и благословил его Исаав собирается убить брата Иакова за то что отец принял жертву ну рагу мясную его брата и благословил его абсолютно то же самое то есть может быть и с точки зрения Бога Иаков более достоин благословения нежели Исаав а мы об этом не узнаем потому что Исаав уже отдал это благословение сам потом Иаков его забрал хитростью и как бы все было сделано может быть Господь бы как-то иначе распорядился но оказывается даже через вот эти вот комбинации махинации хитрости и обманы все равно Божья воля может совершаться но Ревекки донесли о том что замышляет ее старший сын она позвала к себе Иакова младшего и сказала ему твой брат Иаков собирается убить тебя слушай сынок что я тебе скажу беги к моему брату Лавану в Харран ну это вот откуда сама Ревекка родом да ты поживешь там пока не стихнет ярость твоего брата пока не пройдет его гнев против тебя и он не забудет как ты поступил с ним а тогда я пошлю за тобой заберу тебя оттуда иначе придет день когда я потеряю сразу двоих а как-то сразу двоих если убьют только одного а второй будет убийцей своего брата мать его потеряет может быть он будет жив но это не будет ее сын которого она знает это будет братоубийца а может быть его убьют окружающие потому что это будет казнью местью за убийство брата да тучи сгущаются и при этом ведь надо все это как-то еще объяснить Исааку который лежит который ослеп который абсолютно инертен и что-то вот надо ему как-то вот объяснить почему собственно Яков должен уйти из дома Ревекка сказала Исааку мне жизнь имела от этих хитянок если еще Яков женится на местной на хитянке вроде этих мне и жить не стоит она его подталкивает к решению вот как делает мудрая женщина она мужчине не диктует свою волю она дает ему ту информацию после которой он неизбежно примет правильное решение она говорит вот смотри наш старший сын Исаак женился на местных местные эти просто житья от них никакого нет для Исаака кстати тоже слушает ну наверное что-нибудь придумает чтобы это не повторилось с младшим и он конечно придумает 28 свистмой